МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как всегда, новый день встречаем вместе. Это программа Утренний Фрэш. Я ее ведущая Влада Васильева. Сегодня пятница, 9 октября. В этом выпуске я познакомлю вас с интересной информацией. Не переключайтесь. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется сплошная облачность. Небольшой дождь на протяжении всего дня. Вероятность грозы 80%. Днем температура воздуха составит 16 градусов тепла. Ветер южного направления скоростью до 4 метров в секунду. Каждый день заключает в себе ту или иную историю. Когда-то был изобретен граммофон, а когда-то открыта планета. Значимые исторические события можно найти в каждой дате календаря. И для своего развития, и просто любопытство ради. И специально для любознательных рассказываем о том, чем запомнилось 9 октября в истории. Именно в этот день ежегодно по решению 14 конгресса Всемирного почтового союза отмечается Всемирный день почты. И еще интересный факт. Исконный алфавит корейского языка называют Хангель. И в этот день празднуют его создание. И провозглашение в стране королем Сэджином Великим. А в 1965 году композиция британской группы Beatles Yesterday возглавила американские музыкальные чарты. Вот такие события в истории 9 октября. Продолжаем разговор об интересных фактах. Японские журналисты провели исследования и выбрали самую красивую спортсменку в мире. По мнению корреспондентов Алины Загитова, известная российская фигуристка может по праву считаться самой красивой спортсменкой. Свой выбор японские журналисты объяснили тем, что российская фигуристка сочетает в своей внешности здоровый облик и яркий стиль. Сиамский кот по кличке Бейли вернулся к хозяевам спустя 6 лет после пропажи. Местные жители Англии заметили пропажу своего питомца в 2014 году. Они долго искали животное, но поиски не принесли результатов. И тут, спустя 6 лет, хозяйке поступил звонок из ветеринарной клиники. Найти хозяева кота, который скитался более 6 лет, удалось с помощью микрочипа в его ошейнике. Девушка потеряла всякую надежду, однако она даже не представляла, что сможет увидеть своего пушистого. Странствия немного потрепали котика, однако теперь он вновь возвращается к семейной жизни и наслаждается отдыхом на диване. Лучшие фотографии, снятые с привлечением современных технологий, выбрали в Италии. За титул самого лучшего снимка боролись фотографы из 126 стран. Но только один стал победителем. Главное условие конкурса фотография должна быть сделана с высоты птичьего полета из самых разных устройств – дронов, дирижаблей, парашютов и воздушных шаров. В этом году победителем стала работа под названием «Love Heart of Nature». Но помимо победителей, не менее удивительные фотографии сделали и другие участники конкурса. Вы только взгляните на яркие цвета и масштабы фотографий. В сети рассказали об одном простом правиле, которое стоит соблюдать при варке яиц. Этот способ позволяет приготовить идеальное яйцо, скорлупа у которого сама легко очищается. Для этого рекомендуют яйца на 10 минут опустить в холодную воду, после приступить к варке, а затем еще раз поместить их в холодную воду. Согласно многим экспериментам, после такого способа приготовление яйца не портится и не теряет свой вкус, а очистка их от скорлупы превращается в настоящее удовольствие. Жители Монако заметили на своих улицах чрезвычайно редкий транспорт одного из самых популярных героев комиксов в мире. В объектив от аппарата попал «Бэтмобиль», который был специально сделан для фильма про Бэтмена в 1989 году. Для съемок картина была изготовлена только три подобных экземпляра. Автомобиль был на реставрации в Украине, поэтому на нем стоят номера этой страны. «Бэтмобиль» должны были доставить заказчику еще в первой половине 2020 года, однако вмешался коронавирус. Теперь уникальная машина ездит по улицам Монако и привлекает внимание любопытных прохожих. Смотрите телепередачу «Человек-года». Это рассказ о победителях конкурса, людях, достойных того, чтобы с них брали пример, учились трудолюбию и жизнелюбию. Сегодня герой программы «Человек-года» – главный редактор Жлобинской районной газеты «Новый день» Галина Мельникова. Она одержала победу в номинации «Лидер». Сюжет о том, что сыграло решающую роль в формировании лидерского характера Галины Мельниковой. Чем руководствуется эта женщина, принимая важные решения в своей жизни. И чем дорожит, и к чему стремится. Включайте «Беларусь-4 Гомель» сегодня в 19.20. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее рубрика «Есть вопрос». В этом выпуске адвокат Оксана Старовойтова расскажет об определении места жительства детей, установлении порядка участия в воспитании ребенка отдельно проживающего родителя. В настоящее время супруги очень часто обращаются для определения порядка общения, а также места жительства детей. Место жительства детей обычно определяется, когда супруги расторгают брак и начинают проживать раздельно. Статьей 74 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье предусмотрено, что место жительства ребенка определяется по месту жительства его родителей. В случае раздельного проживания родителей, место жительства ребенка определяется по соглашению между ними. Оно может быть как письменное, так и устное. Также место жительства ребенка можно определить и при заключении брачного договора или соглашения о детях. В случае недостижения консенсуса данный вопрос можно передать на рассмотрение в суд, то есть подать иск об определении места жительства ребенка. И суд при учете определенных обстоятельств, кто из родителей больше уделяет внимание ребенку, кому ребенок больше привязан, с учетом возраста ребенка, материально-бытовых условий, характеристик родителей, характеристик с работы и с места жительства, их материального обеспечения, определит место жительства ребенка. Однако всегда нужно учитывать, что стороны могут быть недовольны данным решением суда. И в данном случае я бы рекомендовала обращаться лучше к медиатору, который поможет разрешить данный спор и будет заключено медиативное соглашение. Кроме того, данное решение, оно не постоянное, то есть можно до достижения ребенком совершеннолетия обратиться в суд при изменении обстоятельств и поменять место жительства ребенка. Что же касается порядка общения, то оно определяется, когда родители не могут договориться, когда отдельно проживающий родитель будет брать ребенка и проводить с ним время. То есть судом определяется длительность встреч, место встреч, а также те дни, когда должно происходить это общение. Но опять же я хочу обратить внимание, что лучше обратиться в добровольном порядке к медиатору и урегулировать данный вопрос. Как всегда, новый день с вами встречала программа Утренний Фрэш. Пусть этот день будет насыщенным, а хорошее настроение неизменным. Не переключайтесь, с нами интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова